Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Врачей Видновской районы клинической больницы поздравили накануне Дня медицинского работника. Знак за доблесть и мужество. Спасибо вам огромное. Прививочная компания продолжает набирать обороты. 50% поражения легких. Еле выкарабкалась. Я уже через это прошла, все видела. Так что делайте все прививки. Уличные художники в зеленых аллеях. Скучные старые бетонные стены решили мы расписать какими-то радостными красками. Накануне Дня медицинского работника глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов и депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравили врачей Видновской районной клинической больницы за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. О тех, кто удостоился признания, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. К сожалению, уберегли мы Ирину Викторовну. Знак за доблесть и мужество. Спасибо вам огромное и за вашу многолетнюю работу, и за супругу. Знаком за доблесть и мужество Ирина Соколенко награждена посмертно. Высокую награду из рук главы Ленинского городского округа получил супруг Ирины, врач Виктор Соколенко. Главная медицинская сестра Видновской поликлиники была одной из первых, кого не пощадила страшная эпидемия. Медицине Ирина отдала 41 год жизни. В этот день Дмитрий Абаренов и депутат региональной думы Владимир Жук чествовали врачей, которые ценой собственной жизни спасали и продолжают спасать жителей муниципалитета. Благодарность губернатора Московской области глава передал всему коллективу Видновской районной клинической больницы. Из-за нестабильной обстановки вокруг коронавируса собрать медработников всех вместе не получилось. Поэтому награду принял главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Прошу вас передать каждому слава и благодарность и тем, кто в красной зоне работает, и тем, кто не в красной зоне работает. Сейчас каждый медик, мы часто забываем о обычной жизни, но сейчас, когда пришла беда, конечно, их работа вдвойне важна, и каждый медик на весу. Спасибо вам большое. Это наслова всего коллектива. Наш коллектив действительно принимает такой колоссальный удар от этой пневмонии. Очень много работы, вызовов болеющих, очень много. В стационаре у нас тоже много пациентов лежит, поэтому выкладываются все. Ну, думаю, что вот такая вот оценка нашей деятельности – это один из признаков того, что мы едем правильным путем. Помочь врачам можно, если сделать прививку от коронавирусной инфекции. А пока процент привитых мал, стационар остается переполненным. Медработники трудятся на износ, и свой профессиональный праздник большинство встретит на работе. Мы видим работу, ценим ее, особенно в этих непростых условиях. И так-то было непросто, а сейчас совсем. Но мы надеемся, что наша медицинская звено сработает как надо, и верим всегда в лучшее. Знаком преподобного Сергия Радонежского наградили заведующего кардиологическим отделением в РКБ Дмитрия Орловского, у которого в одном только Ленинском округе трудовой стаж – 19 лет. Дмитрий Георгиевич, спасибо вам за вашу работу. Видновская районная клиническая больница – это не просто ковидный стационар. Это многопрофильное медицинское учреждение, где помощь оказывают пациентам с различными хроническими и не только заболеваниями, которые на этом фоне умудрились заболеть еще и ковид-19. 20 июня его сотрудники отметят Демедицинского работника. Спасибо врачам. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Почти 20 тысяч человек в Ленинском городском округе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Прививочная кампания продолжает набирать обороты. Помимо стационарных прививочных пунктов, в муниципалитете работают мобильные медицинские бригады. На очередной выезд отправилась и наша съемочная группа. Современный жилой микрорайон «Пригород Лесное» появился на карте Ленинского городского округа сравнительно недавно. Масштабный проект рассчитан на 144 корпуса и 72 тысячи новоселов. Поэтому неудивительно, что мобильная прививочная бригада приехала именно на эту территорию. Этот район принадлежит нашей амбулатории. Кто-то к нам приходит в амбулаторию, а так здесь пожалеют люди. Мы хотим приходить сюда. И первая вакцинация, и второй приходим, делаем. Вакцинация всех желающих проводится первой в мире зарегистрированной векторной вакциной «Спутник Ви». Двухфазная прививка не имеет серьезных побочных эффектов и защищает организм от опасного вируса. Хочу, чтобы не болело. Все было хорошо, со здоровьем. Не планировал сегодня. Ну, раз здесь, почему нет. Белла Газарян на собственном опыте убедилась, насколько опасна новая инфекция. В декабре 2020-го более 15 дней пролежала в стационаре Видновской районной клинической больницы. 50% оборожения легких было. Еле выкарабкалась. Я уже через это прошла, все видела. Так что делайте все прививки. Не проходите мимо мобильных пунктов вакцинации. Возможно, уже завтра здесь будут очереди из тех, кому обязательно рекомендовано сделать прививку. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня у нас в студии врач-невролог амбулатории Бутова-парк Иркин Шамсиев. Здравствуйте, Иркин Джамалединович. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Одно из самых серьезных заболеваний по вашему направлению – это инсульт. Сейчас лето, жаркое время. Эти факторы способствуют развитию этого негативного процесса. Расскажите, как можно себя обезопасить? Ну, скажем так, инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Это краткая формулировка. И на сегодняшний день имеется по классификации, скажем, два вида инсультов – это ищемические, геморрагические. И мои коллеги будут согласны, 80% инсультов – это ищемические, 20% – это геморрагические. И, конечно же, способствующие, как бы, или фон заболевания, можно сказать, инсультов – это, опять же, атеросклероз брахоцефальных артерий, это гиперхолестеринемия, гиперлепидемия, ищемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, ну, злостые курильщики, которые злоупотребляют никотином, и также возраст. Потому что, скажем, 50% и выше – это уже он будет находиться в группе риска. У мужчин инсульты, скажем, чаще, чем у женщин, но летальный исход у женщин чаще, как практика показывает. Во-первых, как можно распознать это заболевание, и сколько времени необходимо, чтобы спасти человека? – Ну, желательно это первые часы, конечно, от 4 до 6 часов, это называется терапевтическое окно, и реаниматологи со мной согласятся, когда они берут на тромболептическую терапию, на тромболизис, но, к сожалению, больные к нам позже добираются, и первым делом это нужно делать томографию, это или компьютерную, или магнитно-резонансную, потому что мы все-таки живем в 21 веке, и только компьютерная томография как бы определяет тот или иной характер инсульта, но люди со стажем, вот именно врачи, неврологи, терапевты, они должны еще распознавать дополнительно по клинической картине, там в основном нарушается речь, слабость в конечностях появляется, и вот международная классификация здравоохранения предложила такую шкалу, FAST, как я и сказал, это Face, лицо, Arms, рука, Speech, это речь, и Time, время, потому что у инсультников в основном идет асимметрия лица, перекошенное лицо, или, скажем, рука, когда мы просим поднять руки, одна рука в виде пореза или плеги может отставать, и речь нарушается, там, моторная афазия, сенсомоторная, семантическая, и время, конечно же, время это самое драгоценное, что есть, есть, и вот просьба всем, кто сталкивается с инсультом, начиная от соседей, заканчивая автомобилистами, чтобы помогали при транспортировке больного, или уступали дорогу, скорой, потому что время на исходе, и когда сделана долгожданная томография, больной переводится или в реанимационное отделение, или же в интенсивную палату, в зависимости от тяжести. Скажите, пожалуйста, мы сейчас живем в условиях пандемии, многие пережившие инсульт задумываются о том, чтобы сделать себе прививку от коронавируса, есть ли противопоказания для этого? Если инсульт был грубый, да, с нарушением речи, с нарушением функций тазовых органов, с грубым гемипорезом и когнитивным дефицитом, конечно же, противопоказано, потому что иммунитет слабый, и реабилитационный потенциал у больного слабый, и прививка, как бы, она может спровоцировать, спровоцировать повторный инсульт, но здесь уже, конечно, консилиум по каждому пациенту, можно даже собрать и терапевтом, и вирусологом, но все инсультники, они имеют сопутствующие заболеваниями. А с какими неврологическими заболеваниями можно делать прививки? Ну, можно с остеохондрозом, с невритами, с неврологиями, они не являются противопоказанием, и остеохондроз, артроз, протрузия, грыжи, заболевание периферической нервной системы, она не дает такие серьезные последствия по коронавирусной инфекции. В основном, конечно же, кроме инсультов, есть еще ряд других, сопутствующих заболеваний, как онкология, беременность, пубертатный период, скажем, это все является противопоказанием для прививок, но совершеннолетний человек, который не страдает никакими хроническими заболеваниями, он может прийти и привиться, потому что это нужно сделать. И если это игнорировать, рано или поздно можно столкнуться с этой патологией, с этой пандемией. Большое спасибо за то, что нашли время и дали нам эту полезную информацию. Напомню, что у нас в гостях был врач-невролог амбулатории Бутова парк Эркин Шамсиев. Сегодня стрит-арт-художники занимают заслуженное место на пьедестале современного искусства. В жилом комплексе «Зеленая аллея», чтобы преобразовать стену, расположенную при въезде в микрорайон, пригласили профессионального уличного живописца. Стрит-арт давно получил мировое признание как один из самых удачных способов преображения городской среды. В жилом комплексе «Зеленая аллея» уличный художник расписал целую стену. Теперь местных жителей встречают разноцветные бабочки и ромашки. Идея преобразить неприглядную серую стену при въезде в микрорайон принадлежит руководителю управляющей компании в ЖК «Зеленой аллеи» Марии Гаевской. Скучные старые бетонные стены решили мы расписать какими-то радостными красками. Выбирали долго, подбирали концепцию. Решили, что в «Зеленых аллеях» отлично будет смотреться «Зеленая стена». Выбрали тематику природы. Виталий Борисов уже несколько лет расписывает уличные стены в разных городах. Профессиональный дизайнер рассказывает, что перешел в этот вид искусства, потому что здесь намного больше пространства для творчества и самовыражения. Оформляя фасады домов, он создает атмосферу в целом переулке. Мы начали разработку социальной концепции, которая могла бы отражать и название самого жилого комплекса, и иметь благоприятный вид со стороны окружающих, чтобы большая часть людей была довольна этим рисунком и использовал ее в том числе как фотозона для своих фотографий. Картину с восторгом приняли местные жители. Многие отметили, что красочный летний пейзаж поднимает настроение и радует глаз. Красочно, по-летнему получилось, такая летняя тематика. Ну, плюс еще, конечно, до этого это выглядело очень серо-блекло так. Просто стена. А сейчас красиво. Все замечательно. Я вот как раз думала, куда бы обратиться, чтобы разрисовали стену. Так что прекрасно. Этого не хватает. Так намного симпатичнее, чем было. Естественно, приятнее смотреть. Это просто превосходно. Очень нравится. Большие молодцы. Спасибо огромное. Облагородили. Конечно, стенка была жутко страшная. Сейчас, ну, вот прям, ну, глаза радуются. Работу над этой стеной планируют завершить уже на этой неделе. Также в жилом комплексе появится еще несколько расписанных объектов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Компания «Рота Агро» – крупнейший акционер ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Организовала познавательную поездку для жителей поселка Совхоза. Храм первосвятителей московских в поселке Горки-Ленинске посетили работники Центра культуры и участники клуба «Золотая осень», работающего в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Подробности у нашего корреспондента Максима Козлова. Участники клуба «Золотая осень», работающие в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» – опытные путешественники. От поселка Совхоза имени Ленина до храма первосвятителей московских в Горках-Ленинских езды всего 15 минут. Тем не менее, многие участники экскурсии здесь оказались впервые. Встречал гостей настоятель храма отец Дионисий Абилов. И все продолжается еще достраивать. Ну, знаете, здесь осталось только о культуре территорию. Ну, это нужно. Повести ее в порядок. И осветить храм. Да, и сделать небольшой ремонтик в нижнем храме, и все. Вот, а все остальное уже готово. Ну, Бог вам помощь. Спасибо. Чин закладки камня в основании церкви состоялся в сентябре 2012 года, а возводили ее 7 лет. Внешне церковь выглядит аскетично, а вот внутреннее убранство весьма богатое. Как позже признался отец Дионисий, экскурсии здесь встречают всегда гостеприимно. Из самодетово приезжали из социальной защиты, это уже люди. Они, у них есть такая хорошая привычка, ездили по храму. Ну, смотрите, они приехали по неделю. И вот так были довольны. Росписью храма занимались 20 опытных иконописцев. И за год им удалось создать настоящее произведение искусства. Отец Дионисий с особым теплом вспоминает первую службу, которая состоялась 12 января 2020 года. Вот я помню, это было раннее утром, еще, представляете, не было этого иконостаса. Вот не было абсолютно никакого света, пришли люди. Вот мы были там, вот люди были здесь, такое единое, такая вот эта красота. С первого дня строительство храма поддерживала компания Рота Агра, которая и организовала экскурсию для жителей поселка совхоза имени Ленина. Нашлось в церкви применение и высоким технологиям. Звонаря в храме нет. Его место заняла умная система, запрограммированная на различные перезвоны. Батюшка может запустить ее со смартфона. Участники клуба «Золотая осень», работающие в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», в подобных экскурсиях участвуют постоянно. В ближайших планах поездка на молочную ферму компании Рота Агра. Максим Козлов, Иван Главков, Ольга Садовская. Видное ТВ. В ближайшее воскресенье на трассе в Горках пройдут гонки на выживание. Подготовка к этим соревнованиям начинается еще задолго до самого заезда. О том, как спортсмены доводят до совершенства свои гоночные болиды и сколько труда стоит за емким словосочетанием «тачка на прокачку», узнала Екатерина Коваленко. Надеюсь, мы с ней найдем общий язык. Любая машина, по моей точке зрения, имеет свой дух. После 15-летнего перерыва в гонке на выживание решил вернуться постановщик трюков и спецэффектов Андрей Березкин. И первым делом он приобрел этот новый автомобиль. Ну, новый в данном случае Грослов. Болиду уже немало лет. И сейчас требуется масса усилий, чтобы успеть подготовить машину к стартам. Времени всего ничего. Ближайший заезд в Горках пройдет уже в это воскресенье, 20 июня. Андрей Березкин поделился с нами формулой успеха на гоночной трассе. Здесь надо помимо того, что хорошо ехать, надо еще головой крутить на 360 градусов. Потому что любому могут подловить, развернуть. Даже могут на круг подождать. Там может круг проехать первым, а могут отловить и убрать. Поэтому помимо профессионализма езды должна быть еще такая жесткая хитринка. Пока же спортсмен в гараже, вооружившись инструментами, проверяет диски и шины. Все узлы и агрегаты доводят до ума коробку передач. И это не самый сложный вариант тачки на прокачку. Еще можно полностью построить гоночную машину практически с нуля. Организатор соревнований в горках Никита Жиров показывает нам такой болид, который, кстати, занимает первые места. По его словам, процесс создания авто трудоемкий, может уйти от двух месяцев до года. И творческие детали соединяются от самых разных машин. Сначала нужно полностью разобрать все до винтика. И потом заново каждый узел и агрегат сделать. Вот это мотор от Вольцвагена, двухлитровый. Вот там коробка от девятки. То есть он поженил мотор от Вольцвагена и коробку от девятки. На соревнования в горке в воскресенье приедут порядка десяти машин. Управлять ими будут гонщики из Москвы, области и разных регионов России. Но, к сожалению, этот заезд из-за коронавирусных ограничений пройдет без зрителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова